Событие, которое определит судьбу России, выбора президента. 15 марта открылись избирательные участки в Тверской области. Президентские выборы продлятся три дня. О том, какая обстановка царит на избирательных участках в Твери, расскажет наш корреспондент Ирина Синягина. Восемь часов утра. 15 марта на территории Тверской области открылись все избирательные участки. Люди идут голосовать. Это и подрастающие поколения, молодежь, взрослые люди и, конечно, пожилые. Все идут, чтобы отдать свой голос на выборах президента 2024. Особенное внимание традиционно оказывают гражданам, кто голосует впервые. Им вручают призы и подарки. Поздравляют с выполнением своего гражданского долга. Вот и для Марии эти выборы первые. Волнительно, ничего не знаешь, но очень вежливо все помогли, все подсказали, все направили. Настроение отличное. В первую очередь, это, наверное, мой гражданский долг, как совершеннолетнего гражданина. Люди голосуют активно. На избирательные участки приходят целыми семьями. Для нас это очень важно. Причем, ну, все-таки время такое очень решающее для гражданина России. Обязывает, я считаю. Стараемся всегда приходить на выборы. Мы выбираем будущее, мы выбираем нашего президента. Поэтому и важно. Для меня это уже более 50 лет, как важно. И потом около 20 лет я была председателем избирательной комиссии. Вот именно этой комиссии. Поэтому я считаю, что сегодня праздник, сегодня день. Мы решаем судьбу России. Губернатор Игорь Рудения, депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Васильев также проголосовали на выборах президента России. Свои голоса они отдали на избирательном участке номер 965 в средней школе номер 14 города Твери. Сегодня люди делают свой выбор на 6 лет вперед, как будет жить наша страна. И мы абсолютно уверены для того, чтобы страна была крепкая, чтобы страна была надежная, экономически разнообразная, чтобы мы все жили в безопасности, чтобы у нас развивалась экономика, были рабочие места. Каждый из нас должен прийти на выборы. Поддержим наше государство, нашу родину, чтобы мы все были вместе, трудились и работали на благо нашей родной страны. Россия отстаивает свой суверенитет. И надо сказать, что в этих сложных условиях проявились лучшие качества нашего народа. И руководство страны способность решать в сложнейшем, вопреки бесконечному числу санкций, решать успех на задачи в интересах людей. Поэтому очень важно, чтобы сегодня все мы пришли на избирательные участки и проголосовали. Самое главное – это активная позиция в мире. Впервые выборы президента России будут проходить в многодневном формате, в каждой из дней. 15, 16 и 17 марта избирательные участки будут работать с 8 утра и до 8 часов вечера. В Верхневолжье в организации проведения выборов главы государства, помимо регионального избиркома, задействованы 45 территориальных избирательных комиссий и более тысячи участковых. 15 и завтра, 16, в пятницу и в субботу, наша территориальная избирательная комиссия из муниципалитетов наших, назовём так, сельских, организует выезды в удалённые населённые пункты, где отсутствует помещение для голосования и транспортное сообщение, с которыми затруднено. Будут выезды мобильных бригад и там, на местах, в этих дальних наших деревеньках, будут организованы либо стационарные пункты голосования, где удалось подобрать помещение, либо это будет специально оборудованный автобус. Все помещения для голосования обеспечены металлодетекторами, средствами видеофиксации и видеонаблюдения, круглосуточной охраной. Более 2,5 тысячи волонтёров проекта «Выборы» доступны всем на избирательных участках, готовы оказывать помощь жителям с ограниченными возможностями здоровья. За ходом голосования в регионе следят 3338 наблюдателей, международные, общественные, наблюдатели от кандидатов и партий. Также на выборах работают представители средств массовой информации, аккредитованные ЦИК России и избирательной комиссией Тверской области.